Привет, друзья! С вами очередная серия вашего любимого сериала. И сегодня мы с Станиславом так, так сказать, поменяемся ролями. Но я, к сожалению, не буду миллионером. У меня не получается пока, но я стремлюсь. Может быть, и станешь. А может быть, поймем, что тебе не надо? Может быть, вполне. Да. Я, как видите, все еще с челкой, но я думаю о вас, наши дорогие зрители. Я перенес вторую прививку пораньше, чтобы получить свой паспорт вакцинации. И после я смогу в парикмахерскую пойти, и поэтому скоро... Вас без прививки не пускают, да? Нет, там тест сдавать, короче, жестко. Поэтому вот я... Подождите, потерпите немножко, еще немножко выпусков, и я буду короткими волосами. И может, даже камеру куплю. Все понятно с вашей Европой. Без прививки ни камеру, ни прически. Из дома выходить. У тебя, наверняка, собственно, парикмахерская встроена где-нибудь на пятом этаже. Ко мне приезжает, да. Специально. Приезжает тебе? У тебя своя парикмахерша. Да, девушка. Яна, привет. Сергей. Давай, сегодня ты у нас рулишь. Да, у меня к тебе несколько вопросов сегодня, да, как и ты. Поговорим сегодня, наверное, о копирайтинге. И у меня первый вопрос. Что такое современный копирайтинг? Как ты думаешь? Как считаешь? Короче, сложный вопрос, хороший. Мне вот что кажется. Я просто работаю давно, с 2006 года. Я пишу за деньги. Когда я начинал, был какой-то другой совершенно рынок. Копирайтер – это был человек, которого нанимает какой-нибудь предприниматель. Ну, в моем случае, к примеру, меня вот нанимал владелец магазина цветов в Москве. Крупный. Его зовут Тиньков, как мне странно. Володя Тиньков, привет. Это не тот Тиньков, а другой. У него был сайт со цветами. У него было там 500 букетов. И каждому букету нужно было бы придумать название. Небольшой нормальный текст и две страницы SEO-текста. Каждому букету? Да, да, да. Это я... Там можно было заработать 150 тысяч рублей в месяц, 200 тысяч рублей в месяц. Отлично. Для парня из Череповца, у которого мама там зарабатывает 15 тысяч рублей, а ты зарабатываешь 200 тысяч в месяц. Это было прям совершенно чудовищные деньги. Это был типа доход уровня начальника производства. Я понял, король Череповца. Типа, да. Но, правда, я через месяц выигрывал такой работы, и я пришли денег не мог смотреть на деньги. Знаешь, как кот, который не может смотреть на сметану. Ну, такой опыт надо пройти, согласно. Да, такая текстовая работа раньше происходила. И копирайтер такой, он типа как сено заготавливает. Вот. От обеда и до забора. Сейчас это все изменилось. Сейчас такой текст больше не нужен. Сейчас больше нужно думать. Больше нужно уметь общаться с людьми. Мне кажется, что копирайтинг в 21 веке – это такое умение разговаривать, слушать, добывать информацию. И умение, наверное, работать в куче разных форматов. То есть, например, там нужно написать статью, нужно уметь понимать, как хорошо пост в соцсети сделать, как придумать квиз, как хорошо интервью собрать, как книжку сделать. Например, книжку для Станислава Орехова. Помочь. Да, помогите мне. Помочь, слегка помочь сделать. Это все нужно понимать. То есть, нужно быть таким многостаночником, универсальным солдатом. Вот. Так, а вот ты сказал, что делать или помочь написать. А какие задачи? Кто ставит задачи? Предприниматели все-таки? Либо нужно еще и думать по задачам? И какие вообще цели ставит предприниматель? Чтобы что? Текст для чего? Ну, слушай, по-разному бывает. Бывает, редко бывает все еще предприниматели, которые там что-то пытаются текстом залить еще что-то, либо требуют от тебя какого-то понимания, чтобы ты, короче, нанял копирайтера, пускай сам делать, что хочет, только результат был. А какой результат был? Бывают заказчики умные, прошаренные в том, как все работает. Ну, вот Станислав Орев, например, хороший пример. Когда человек заказывает текст, понимает, зачем он ему нужен. И я лично такую работу люблю. Я не очень люблю, понимаю, вот в метриках, в задачах, в эффективности текста, в том, как он непосредственно продает. Мне все время не нужен какой-то такой проводник, например, бизнес, который берет мой текст, смотрит, говорит, да, подходит. Задачу решим, скорее всего, либо давай потестим, посмотрим, сработает, либо нет. Вот, ну, я просто небольшой такой пример в этом плане, что есть копирайтеры, продающие, которые вот это хорошо умеют делать. Я в основном работаю с крупными компаниями, где налажен процесс, где нужно, там, допустим, понимая, например, задачу, нужно сделать лендинг, либо написать статью, пресс-релиз, help, рассылку, где это все тестируется другими людьми, а ты вроде как только за текст отвечаешь. Расскажи немножко, как вот устроен может быть рынок, да, если я предприниматель, допустим, ну, вот я дизайнер, да, у меня более-менее какие-то доходы есть, ну, не обязательно дизайнер, на самом деле любой творческий шум. Это мы видим, собственно. Я не при себя вообще в целом, как бы, портрет, и мне хочется, мне нужно начать что-то писать, да, сейчас такая тема, что я либо пишу про свой бизнес, либо про личный бренд, либо еще про что-то. Как ты считаешь, что мне более эффективно, самому там как-то попытаться это научиться сделать, либо найти человека, который мне поможет? Мне кажется, что если ты вообще не вдупляешь чего-как, а тебе просто хочется, чтобы тоже книжку, как у Станислава Орехова, такую же книжку про свой бизнес сделать. Нет, но книжку тяжело, хотя бы на социальные сети или там поставки на полиции. Просто хотя бы социальные сети. Мне кажется, что пытаться нанять человека, заткнуть им задачу, это опрометчиво, его трудно найти, и ты сам пока не понимаешь, как что работает. Скорее всего, нанимая копирайтера, вы просто будете мучиться несколько месяцев, пока ты сам не научишься. Короче, как вакцина, вот пока такие антитела не появятся, ничего не будет работать. Мне кажется, идеальный вариант пойти, почитать, посмотреть на курсы, сходить, немножко разобраться, как устроено СММ, просто примерно. Это не значит, что тебе нужно самому делать руками, просто ты сможешь нормально чекомбрифовать и нормальную работу у него забирать, понимать, где как бы говно, а где хорошо. После этого ты просто спокойно делегируешь, короче, ты привитый, все, можно не бояться. То есть ты придерживаешься такой темы, что для того, чтобы что-то делегировать, надо разобраться, чтобы понимать, что ты делаешь, и какой результат ты хочешь получить. Хорошо. Можно не разбираться, но по моей практике каждый второй такой заказ превращается реально в муку для всех. Я сам такой пан-пана ел такой каши, я больше не хочу. А ты занимаешься в том числе и обучением, да, получается? Я занимаюсь обучением, я какая-то там моя такая сбоку припек, и я пока не могу полностью понять свою роль, задачу, пользу. Я нащупываю это, уже лучше, я 5 лет занимаюсь этим. Уже отхожу от того, что я тупо читаю людям лекции о том, как построить текст. Закрываю крышку ноутбука и говорю, все, типа, где-то дальше, где-то дальше. Пытаюсь больше понять их задачи, помочь им вырастить из кого-то хороших копирайтеров. Это иногда получается, но я все еще в середине пути, наверное, в начале. А ты учишь с нуля кого-то вообще, либо вот уже копирайтер, которые повышают себе квалификацию? Кто твои клиенты здесь? Я стараюсь не учить с нуля, это сложно, потому что в нашем деле очень важно, короче, когда копирайтингом занимаешься, первый, наверное, год-два очень тяжелое, как, наверное, в спорте профессиональном. Очень больно, все тяжело, нужно прям какую-то набить мышечную массу просто на тупых, на любой работе. Немножко пальцы подразмять, понять хоть примерно, как что встроено, потом можно учиться. В моей сфере, как мне кажется, у меня просто были такие ученики, которые, допустим, типичный ученик, женщина, она работала руководителем сбербанка в каком-то провинциальном городе. У нее есть небольшой доход, там, допустим, 150-200 тысяч рублей. Я, например, уперлась в потолок, вот все, она тут не хочет сидеть в банке, на стуле и до пенсии из этого отделения на пенсию идти. Она такая думает, блин, я хочу сменить сферу, пойду я в копирайтинг. Она от этого вообще ничего не писала. И поэтому она, типа, как бы, она покупает курс за 15-20 тысяч рублей и такая, говорит, учите меня, все, я на выходе должна быть, типа, копирайтером, как вот в Инстаграме, чтобы курсы свои организовать, еще что-то. Вот, это, на самом деле, я понимаю, что потенциально это очень хороший клиент, но такое менторство, но я пока с ними плохо работаю, я плохо могу таких людей научить. Мой идеальный клиент – это начинающий редактор в условном Яндексе или Сбербанке, или еще где угодно, занимающийся текстом. У нас с ним какой-то общий язык, потому что я такой человек от продукта, и тогда мы норму. Но в будущем хочется вот этих женщин тоже, их можно научить, они мотивированные, просто я не умею с ними работать. А вот профессионалов, которые, допустим, то, что я тебе описал, допустим, я дизайнер, либо я там фотограф, либо я там мейкап делаю какой-нибудь, я хочу начать что-то писать в своей профессии, в своей работе. Можешь дать какие-то там несколько советов вообще, как бы на что мне смотреть, чего начать, куда мне двигаться? Мне кажется, что есть две вещи, которые нужно научиться и которые вообще в нашей профессии важны. Первое, наверное, это нужно понимать задачу, потому что любой… А что это такое? Как понимать задачу? Ну, то есть, что это имеется в виду? Я обычно выделяю три вещи. Я понимаю, для кого я пишу, прямо вот отчерчиваю, потому что текст на всех не работает. Это как фильм, его нельзя снять фильм, который для всех будет интересен. Я пытаюсь понять, кто моя аудитория, кто в зале сидит, что им интересно. Ну, либо, как бы, что это вообще за люди, какие они взрослые, молодые, в какой профессии. Это, например, начинающий, понимаете, либо среднее звено, это менеджеры компании или… Но это вопрос, уникальность, наверное, все-таки больше. То есть, человек говорит, мне для всех надо. То есть, ты пока сам, получается, с собой не разобрался, да? Котовый клиент, ты как бы дальше. То есть, первый совет – это понять, для кого ты работаешь, что уникальность. Да, да. И, соответственно… Или, например, часто бывает, что приносит текст, а он такой, как бы, для всех. Я говорю, слушай, давай выделим три, например, аудитории ключевые, на которых мы пишем, и для каждой свою вариацию сделаем. Потому что у людей разные проблемы, либо как редактор играет боли. Допустим, если мы говорим, например, про клиент-ориентированность, к примеру, я недавно делал один продукт для очень крупной компании российской. Я помогал сформулировать обучающий процесс, который учит клиента ориентированности. К примеру, эта компания, там есть топ-менеджмент или менеджмент среднего звена. Их клиенты такие же топ-менеджеры, либо предприниматели, которым они продают, например, телекоммуникационные услуги. Там чеки, например, 70-80 миллионов рублей, как бы топ-пост-топами, у них один уровень клиент-ориентированности. А если мы говорим про рядовых сотрудников, которые в отделении связи сидят, они продают, например, простым людям, как я, например. У них другой уровень клиент-ориентированности, по-другому нужно с ними общаться. И это прям важно, важно понимать, с кем ты говоришь, в чем потребности твоей аудитории, с чем они к тебе пришли. Тогда текст хорошо работает, он прям сердчишко бьет. А как ты занимаешься изучением? У тебя, получается, исходя из сферы деятельности, очень много разных потенциальных клиентов. Есть ли какие-то общие черты, либо каждый раз ты заново садишься и изучаешь аудиторию? Здесь на самом деле сложно. Я сразу скажу, что я небольшой спец в исследовании аудитории, потому что я обычно работаю в ситуации, когда эту работу за меня кто-то сделал другой. Тебе ее выдают? Мне приходит менеджер. Тебе выдают ее, получается, в самой лучшей ситуации? Да, да, да. Мне приходит менеджер и говорит, слушай, мы пишем для таких людей, у них такие потребности. Я говорю, окей. Да, прям мне нужно самому полевой работой заниматься, я пасую, буксую, мне трудно отдаётся. Ну и, наверное, так тоже другие копирайтеры, то есть, если ты предприниматель, то есть, ты должен сам изучить, понять кто, чего, для чего, выдать портрет. И, вроде как, копирайтер должен прочитать и писать для них. Да. Слушай, а вот тебе встречный вопрос. А вот, например, ты же тоже с навыками человек-копирайтера довольно сильными. А вот тебе, если полевая работа предстоит сбор интересов, потребностей аудитории, ты что будешь делать? Я найму человека, в принципе, у меня так и есть, который полазит по форумам недельку и вытащит мне смыслы из отзывов, из обсуждений, из всего остального. Я понимаю, что люди в целом все одинаковые, разница у них только в тех словах, которые они выражают. Ну, то есть, в специфике, да, в дизайне они будут там строители крыть, в копирайтинге они там будут, ну, кого-то еще, кто им там не нравится. Мне нужно только специфику отрасли понять, а так все примерно одно и то же хотят. Вот я вытащу вот это, и все хотят, так как все хотят, какого-то счастья, то чаще всего описание продукта для продажи, ну, в принципе, я в основном это делаю, он завязан на то, чтобы показать, как человек, читающий этот текст, с помощью продукта клиента, получит некое себе счастье. То есть, не хватает этого дела, так, окей, хорошо, супер. Четенько, четенько, мне нравится тебе подход, твой подход. Да, я теперь, я читаю твои посты, давай теперь немножко про привлечение клиентов, поговорим даже, наверное, не про привлечение клиентов, про твою методику, наверное. Ты не делаешь какого-то там, не знаю, SMM-маркетинг, да, ты не делаешь, там, рекламы не даешь. Но при этом у тебя там хорошие, интересные клиенты, и у тебя посты не связаны с копирайтингом, как мы раньше обсуждали, можно посмотреть, кстати, что Сергей пишет, связаны с хорошим, очень хорошим, сильным, таким копирайтингом жизненным. Мне нравится, как ты описываешь какие-то даже незначительные события, рассказывая о прошлом, о будущем, о своих мыслях, о какой-то наблюдательности. И это вот почему-то по комментариям тоже видно, что цепляет людей. Расскажи немножко вот про эту технологию. Ты это специально делаешь? Это ты делаешь случайно? Есть ли какая-то технология? То есть, ну, очевидно, что они работают, очевидно, что к тебе люди ради этого приходят, но вот как это научиться делать, писать посты такие? Хороший вопрос, на самом деле, здесь есть несколько слоев. Во-первых, я начал это делать всегда случайно, ну, когда-то писать в Facebook, вести в соцсети, у меня не было никакой методики. И это просто выстрелило как-то само по себе. Я только недавно стал понимать, как это работает. Ну, это как будто бы я, не знаю, болел раком, пил отвара дуванчиков, и вдруг вылечился. Я такой, вау, офигеть, дуванчики работают, оказывается. Ну, то есть, сейчас я понимаю, что это хорошая действенная модель. Вы просто становитесь интересным парнем, вы нравитесь окружающим, они говорят, вот, Серега там классно пишет, рисует, делает скетчи дизайна, публикует в соцсети, комментирует, например, пишет заметки об истории архитектуры. Вот, и вы привлекаете внимание, вы становитесь известным относительно других людей. И когда кому-то нужно, например, что-то связанное с дизайном, либо с текстом, они первым делом вспоминают, типа, ой, там же есть какой-то Серега, я читал его в Facebook, напишу, спрошу, может, он в курсе. Ну вот, а я, может, там, у меня есть свободная минутка, я готов взять заказ. Вот. Но это не единственная методика, конечно, можно профессионально в соцсети ввести, почему нет? А давай вот, чтобы отсюда не уходить, можешь, вот, не знаю, какой-то последний, например, пост или предпоследний, то есть, где ты написал, ну, какой-то смысл его сказать, то есть, как он был написан, и там какие-то фишечки, которые ты там использовал? Я представляю себе, что я сижу в большой компании за столом, ну, как вот в детстве, у меня мама водила к друзьям, там у них такой коттеджик был, в Череповце это редкость вообще, люди построили себе коттедж. Там такой был длинный стол, такой, не знаю, как, что, ну, миллиметр три-четыре длиной, может, пять, за которым усаживалось человек, там, двадцать-тридцать, и хозяин дома, такому, подвыпив на баяне играл, и я прямо в детстве помню, мне казалось, что это прям, это какие-то сенсы уюта. Много людей, которым хорошо друг с другом, они не случайные, они здесь все собрались, они друзья, я примерно так же свою аудиторию Фейсбука представляю, это довольно, ну, там, не двадцать человек уже, например, там, десять тысяч человек, мне интересно с ними разговаривать разным, делиться историями из жизни, слушать их, задавать вопросы, иногда какие-то поднимать провокационные темы, но не из контекста, типа, все, я д'Артаньяно, вы там все что-то не понимаете, из контекста, вот меня недавно такая штука удивила, как бы пропуская эту деть через себя. И люди это любят, но я делаю это не для того, чтобы их там порадовать или повеселить, а просто мне охота с ними общаться, я, правда, чувствую их своими друзьями, ощущаю, вот, вот так у меня примерно работает. Ну, кажется, ты такой душевный человек, получается, и любишь общаться, любишь себя показывать, и не всегда с какой-то супер положительной стороны, а просто поглубже немножко копаешь какие-то вещи. В целом, да, согласен, да. Ну, если там посмотреть по структуре, вот, ну, какие-то посты, мне понравилось следующее. Ты прям анализируешь по структуре. Да-да-да, я проанализил, я не знаю, но я тебя спросил, как бы осознанно ты делаешь или нет, по системе или нет, я там несколько твоих постов почитал, и я думаю, что я из них даже как бы систему сделал. То есть я могу, скорее всего, да, и тебе рассказать. Слушай, я, если полезно было, нужно заплатить, не знаю, 15%. Там единственная, наверное, такая штука, не штука, я могу сам раскрыть из того, что я сам себе замечаю. Я обычно, сейчас попробую сформулировать, мне очень нравится, когда в любом тексте, в небольшом, например, в фейсбучном посте, либо в инстаграмном посте, я очень много внимания обращаю на концовку. Часто люди просто пишут текст и как ножницами отрезают, вот так, чик-чик, и все. И дальше куда-то падает все, и там пустота. Ну, как будто бы, я не знаю, как что, как идешь, например, по городку, вдруг такая кирпичная стена, вдруг резко обрывается, и там просто ничего нет. Я очень люблю конец поста немножко, я называю это, загибать. Он такой слегка, как будто бы он возвращается назад к началу. Либо я использую такую фразу, слегка постмодернистскую, в стиле, ну, это уже другой разговор. Или, ну, как так поступить, я пока сам не знаю. Ну, как будто бы вот что-то, как ватрушки завернуты, или как хинкали, она такая сверху защипана. И это вызывает у людей такое чувство штучки, как бы текст сам по себе, его можно в руках крутить, он какой-то законченный, оформленный. Поэтому я советую уделять внимание на концовку, поставьте какую-нибудь красивую фразу, сошлитесь на начало. Я могу начать с какой-то мысли текст, и в конце ее подтвердить или даже опровергнуть. Как бы текст, словно, как, который змея сама себя за хвост кусает. Это вызывает у людей такое щекотание, им интересно еще раз прочитать, что-то написать свое. Вот, это работает. Да, согласен, да, я тоже это заметил, ну, у тебя, и неосознанно тоже там сам несколько раз делал. Сейчас ты рассказал, я понимаю, да, что вот именно концовка какая-то. Кажется, даже банальная фраза такая, стандартная, но вот такой завершающий стришок, он работает. У тебя я заметил, ну, сейчас несколько вещей тоже озвучу, может быть, будет полезно людям. Смотри, у тебя я заметил в начале, ты даешь какую-то там гипотезу, либо какую-то тему, вот совсем чуть-чуть. Вот, некую тезис, да, кажется, что сейчас ты будешь развивать. Потом ты прыгаешь либо в повседневность, либо в прошлое, рассказываешь некую историю. Дальше мне очень понравилось, что ты рассказываешь очень много разных деталей. Даже когда ты сейчас рассказываешь, там, кирпичные стены, хинкальные, какие-то сравнения, которые человек знает и может попробовать, потрогать. Мне понравилось, что у тебя есть отношение людей, то есть внутри идет именно не что люди чувствуют, что они думают, как они поступают. И у тебя как бы некая такая провокационная, может быть, даже тема, ну не то, что провокационная, то есть столкновение неких интересов, то есть есть какая-то конфликт, да, некий есть. Вот, и в конце, да, у тебя в конце как бы небольшая завершенность, дающая людям возможность посмотреть, показать себя, то есть посмотреть через призму своего опыта и написать. И вот это очень круто, потому что комментариев действительно много. Скажи мне, долго ли такой текст пишется? Пишется ли интуитивно, либо как вот? Суперинтуитивно, супербыстро, текст на страничку пишется за 7-10 минут, иногда вообще никакой подготовки не нужно, вот там пост про то, что я однажды был в Израиле, меня там все обнимали, считая евреем. Я написал просто, выйдя из душа, уже ложась спать, я просто голый сел на диван, открыл ноутбук, его там за 8 минут написал, не перечитывая даже, там, я лег спать, я утром проснулся, мне пишут комментарии, что город, про который я пишу, находится не на юге, а на севере. Я в просоне уже перепутал даже где, вот, и я вот люблю такое чувство, когда вот мысль как-то в голове, она прям свербит, хочется ее высказать. И в такие моменты я там есть не могу, спать не могу, мне прям нужно этот пост, выплеснуть из себя. Такие моменты я очень люблю, они, к сожалению, не так часто получаются у меня, вот, такое вдохновение творческое, я прям... После душа. Да, после душа. Почаще купаться. Попробуйте после душа. Ладно, из огня до в поломя. Пошлите фото. Сколько зарабатывают эти копирайтеры? По-разному, сейчас попробую оценить. Я думаю, что человек, который закончил курсы, сразу после курсов, я думаю, очень трудно как-то устроиться на работу, рынок довольно теплый. Я думаю, что немножко попыхав по друзьям, что-то пописав по биржам, постажировавшись, все где-то примерно год, немножко набив руку, я думаю, что можно 60-70 тысяч в месяц зарабатывать при хорошей такой плотной нагрузке. Дальше, я думаю, с опытом, часто еще от компании зависит, умение человека себя продавать, в том числе от личного бренда. Мой личный бренд дает, мне кажется, x2 свободных деньгам, в смысле, что увеличивает мой доход. Вот эти вот, послушайте, накисание постов, да? 130-150, это такой хороший линейный редактор в крупной компании а-ля Сбера, Тинькова, который сидит, делает свои продуктовые задачи. Это человек с опытом 3, может быть, 5 лет. Дальше, я думаю, человек, там какой-то предел такой вот прям рыночной цены массового рынка 250 тысяч рублей в месяц, это уже какой-то такой руководитель, контент-директор, опытный человек, я таких знаю, их довольно много на рынке. Вот здесь все потолочек, дальше в компании, к копирайтеру, редактору, даже контент-директору никто не будет платить 400-500 тысяч рублей. Дальше нужно что-то думать самому. Люди, которые выходят, пробивают потолок, выходят в космос, они занимаются своими обучением, инфопродуктами, много работают, например, бывает такое, прямо на фрилансе еще берут задачи. Очень хорошо заходит, когда человек умеет организовывать процессы, строить редакцию и там системно работать. Вот системный редактор, это прям золото, таких прям единицы, как в Череповце говорили, можно пересчитать по пальцам руки токаря. Такой человек вообще, он просто, он на рынке не оказывается, его хантят, он прямо из компании в компании таскает. Какие навыки у него? Копирайтинг плюс бизнес, да, какой-то подход? Да, бизнес-навыки, системная работа, умение построить других людей, дать им процессы, контролировать их. Доход такого человека 400-500-700 тысяч рублей легко, я думаю, что в среднем он за миллион переваливает тоже. Сейчас нас смотрят копирайтеры и говорят, ой-ой-ой, это вы там совсем в ваших европах зажрались. Я же не работаю в Европе, я работаю в российском рынке, я вижу таких ребят, я знаю таких ребят. Отлично. Это не Алина Кабаева, которая прям родилась для фигурной гимнастики, это любой человек может таким стать. Просто здесь как, ну это как, какое-то понимание происходит, у человека щелкает что-то в голове, он такой, вот, я понимаю, что я руками не заработаю 500 тысяч рублей. И мне нужно что-то придумать, как это сделать, вот. И поэтому я думаю, что как бы умножая свою опытную системность, можно получить мультипликатор к доходу 3-4-5 и больше раз. Мне нравится то, что ты рассказываешь про мультипликатора, у нас вот в системе 7 на 7, которую ты тоже знаешь, там тоже мультипликаторами работает. То есть лично бренд дает там X2, понимание системы дает там еще там X2. Так и есть, да, прикольно. Слушай, ты вот рассказываешь, а все время говоришь, что есть крупные компании, и как-то видишь карьеру и вообще успех копирайтера там. А есть, я смотрю немножко с другой стороны, со стороны частного сектора, да, бабушки с огурчиками, дизайнеры обычные, там какие-то небольшие предприниматели, которые зарабатывают немного. Как ты думаешь, как бы суперталантливый копирайтер, он только с крупными должен и будет работать? И есть ли шанс у обычного человека, предпринимателя, начать работать с таким крутым копирайтером, да, а не спотыкаться всегда о новичках? И если да, то как его выбрать, что для этого нужно, как его приманить, чтобы он, может быть, свободный какое-то время, либо иногда даже вот с тобой работал? Понимаешь, о чем я? Да, кажется, да. Мне кажется, что можно проще сделать, можно профессию разделить на две части, верхнеуровневую и низкоуровневую. Верхнеуровневые это понимание, допустим, в копирайтинге, это формат работы, как устроена статья, как устроен лейдинг, что такое продающий текст, что такое инфостиль, ну, прям такая верхушка, теория, скажем так, такая фундаментальная. Я думаю, что предпринимателю лучше научиться этому самому, это несложно, это недолго, можно находить курсов миллион, можно по книжкам даже научиться, можно нанять копирайтера хорошего на менторство, он там, не знаю, за 2-3 месяца он расскажет, что, как вообще устроено. Понимая вот эту верхнеуровневую штуку, гораздо проще нанимать на низкоуровневую, вот прям печатную работу людей с рынка за небольшие деньги. Просто это гораздо выгоднее, проще, интереснее, чем нанять какого-то топового копирайтера, платить ему 200 штук в месяц, трясти за эти бабки, непонятно, когда это окупится, как это вообще работает, а то иногда стрессует с ним. Поэтому я думаю, что, короче, вы предприниматель, действуйте как предприниматель, строите систему, нанимайте людей, понимайте основу и все. А если ты частный художник, то научись сам и пиши от себя, может быть, даже супер не по правилам, но от души. Сто процентов. Если вы, например, дизайнер интерьеров и вы думаете, как вести Инстаграм, нанимать человека на рынке, на какой-нибудь бирже искать, это вообще последнее дело. Просто бабки сольете и разнервничаетесь. Может, вам повезет, конечно, бывает, но в целом и так не бывает. Но вот сделайте сами, это же несложно. Ну да, когда умеешь, несложно. Ну я понимаю, да, конечно, просто что я, например, если бы мне нужно было дизайнера интерьер нанять, я бы, наверное, тоже пошел на какие-то курсы сначала, или к Станиславу бы пошел, пошел бы курс, немножко понял, дальше бы там делегировал какую-то работу, связанную, не знаю, с эскизами, либо с чертежами, с инженерным делом, а в верхнем уровне бы сам что-то поделал, мне было бы еще интереснее даже. Ну да, идеи сам придумал, потом отдал чертежнику-оформителю, он тебе все сделал, ну, собственно, обмерщик обмерил, строитель построил. Ну да, согласен. Круто, давай поговорим с тобой про стили. Да, есть инфостиль, ты сегодня уже об этом говорил, и какие еще там стили бывают, предающий, может быть, какой-то стиль, инфо-цыганский стиль, что еще, как ты про это думаешь вообще, какие темы рабочие? Да, есть ореховский стиль, такой огромных лэндосов, когда ты читаешь, начинаешь в понедельник читать лэндосы, к среде примерно долистываешь где-то до середины. Главное, погружаешься и понимаешь, что тебе надо купить прямо сейчас, пока ты это читаешь, ты чувствуешь. Пока ты читаешь лэндос, ты уже успеешь денег заработать на то, что купить, что там есть. Надо признать, кстати, твои лэндосы стали короче. Я считаю, отчасти это моя заслуга, раньше я прям, я прям даже студентам показывал, я говорю, смотрите, вот, я просто, я шарил экран и скроллил, скроллил, и пока мне скроллил, мне пальцы вставали, скроллил, и все такие, воу, офигеть, человек книгу написал на лэндос. Сейчас этого нет в тебе. Да, ты видел мой лэндос по первому курсу интерьерная визуализация? Нет. Этот лэндос принес более миллиона долларов, я тебе покажу, да, там более 50 страниц. Мне кажется, человек просто случайно купил там, он платил, он так сделал, что если ты его реально дочитываешь до конца, то ты не можешь не купить, там, ну, то есть там все закрыто, вообще все, что нужно. Вот, ну, он писался по шаблонам, да, то есть я просто моделировал американских копирайтеров, плюс добавлял свои истории, но эта штука зараза работала, и она принесла мне много денег, ну, то есть за несколько лет. Это контринтуитивно, ну, то есть я вот как человек, который занимается текстом, вот мне приставь пистолет в голове, скажи, ты будешь работать? Я скажу, нет, мне бы, наверное, мозги бы вышибли после этого. Да, да. Ну, я просто сделал на пробу, и оно вдруг стало работать. Более того, я перевел его на английский, и он еще с английского пошел креативить. Поэтому я тебе дам секретный лендос. Короче, Танислав, просто, знаешь, у тебя деньги к деньгам, вот, иду, поэтому у тебя уже есть капитал, он притягивает еще больше. Слушай, ну, я хотел с тобой поговорить, то есть раньше эта штука работала, да, потом вот стало, ну, там, условно модное вот это вот инфостиль, да, и, в принципе, мы с тобой познакомились, да, когда вот уже стало короче, быстрее, больше картинок, меньше, там, эмоций каких-то. Сейчас, мне кажется, идет какое-то возвращение, то есть я уже даже смотрю на посты, я тебе присылал, да, на некоторые, где у тебя душу человек козливает, эти посты и эти продукты зарабатывают максимально много денег, нежели инфостиль и копирайтинг. Что ты сейчас думаешь про текущую тенденцию? Ну, слушай, ты сто процентов прав. Раньше, когда-то была мода, не знаю, там, 10 лет назад на длинные тексты, потом, мне кажется, произошел бум соцсетей, особенно Инстаграма. Появилось клиповое мышление, контент весь порезан, коротенький, постики, сейчас, сейчас TikTok, сейчас появляется, есть явление, которое называется FOMO, Fear of Missing Out, боясь ничего-то упустить. Люди очень быстро пытаются что-то кусочками пощипать везде контента, и люди стали под это адаптироваться. Я думаю, что ты совершенно прав, сейчас происходит обратный процесс, связанный с тем, что очень много клипового говна происходит, и люди, раньше триметрика понимания качества текста была проработка глубина материала. Ну, типа, если ты пишешь длинный ландос, где все структурировано, системно много фактуры, ты понимаешь, что человек прям в теме, он шарит. Когда он тебе пишет в Инстаграм посты про ремонт интерьеров, и там, 1, 2, 3, с эмодзи, ты думаешь, это какой-то нанятый хрен, который просто гуглит в интернете, и почему я должен ему доверять? Сейчас происходит обратный процесс, возвращение к авторитетному, экспертному, длинному контенту, 100%. Я думаю, что инфостиль по-прежнему хорошо работает в своих сферах, например, в каких-то, например, там, корпоративных текстах, продуктовых, внутрикрутных компаний, он вообще шикарно работает, в служебных рассылках. Когда у тебя пароль забыл, тебе нужно пароль остановить, конечно, зачем там продающий текст, там инфостиль нужен. Я думаю, что в большом интернете, в продажах хорошо заходит стритейлинг сейчас, истории, личные истории. Но здесь есть минус, они всегда заточены на личности автора. Если вы ничтожество, у которого нет жизни, у вас нет опыта, жизненно очень трудно это делать. Есть курс, который из ничтожества делает достойного человека, в принципе, за полгода. Ну, есть такой, ты знаешь, есть технология, как стать известным, прям, ну, реально, она рабочая, да, и ты просто становишься, у тебя есть, что такое известный человек или личный бренд, да, это человек, который собрал, ну, некие отклики аудитории и собрал некие доказательства. Соответственно, ты за полгода просто делаешь что-то, что показывает твои сильные стороны аудитории, получаешь отзывы от авторитетов, показываешь доказательства, востребования свои, проекты переупаковываешь, и так у тебя получается какой-никакой, как бы, личный бренд. И когда ты даже, любой человек на самом деле, вот мы обсуждали, недавно приезжала ко мне студент, со мной работают, девушки, вот, обсуждали, и даже заполняя просто о себе вопросы, человек такой думает, ой, я это делал, я это делал, я просто забыл. То есть человек очень сильно себя всегда принижает, ему кажется, что, ну, многим кажется, особенно дизайнерам, творческим людям, что они ничего не сделали, ничего не стоят. Почему? Потому что просто забыли, обесценивают свои очень важные качества. Но когда ты просто выписываешь, у тебя задача выписать 50, там, крутых качеств или проектов. Просто, ну, садишься, пишешь 10 легко, дальше тяжело, но на 30-й, 40-й у тебя там второе дыхание открывается. И когда ты все это выписывал, все, что ты делал, у тебя возникает такое ощущение, что, блин, какой я молодец. Слушай, 100%, и даже психотерапевты учат так же бороться с кризисом, как бы, как это правильно сформулировать, с тем, что люди многие считают себя непрофессионалами, либо переплатят, просто садишься и выписываешь свои качества, просто сам себя описываешь, в чем ты хорош. И это оказывает сильный терапевтический эффект. А вот, кстати, немножко возвращаясь назад к твоим словам по поводу быть известным, я думаю, есть еще очень важный фактор, который не стоит упускать, который, наверное, и в известности, и, возможно, даже вообще во внешности, ну, даже в сексуальности, наверное, людей прослеживается. Это не то, как человек худой, он стройный, а то, как он себя комфортно в своем теле чувствует. Если он совершенно естественно себя ведет, при этом он прям полный, мы чувствуем к нему симпатию, значит, он, типа, органичный человек, ему хорошо в своем теле, но с ним приятно общаться. Есть такой хороший пример, есть в интернете такой чувак, его зовут Евгений Панасенков. Он такой полуклоун, он считает себя историком, певцом, таким специалистом по стилю. При этом он вообще ниоткуда не взялся, он просто сам себя раскрутил, но он такой посмеивается над всем, называет оппонентов дешевкой, грозится их уничтожить. Он такой немножко, как бы, такой жеманный человек, но при этом он настолько органично в своем вот этом клоунском образе, что многие у него появляются фанаты, люди прям его любят. И он стал известным. Его сейчас даже на Урганта звали, он пел песню с Ургантом ужасно фальшивее, он вообще не умеет петь. Но это прям феномен. Вот, короче, мне кажется, это тоже ключ, возможно. Да, да, прикольно. Это вот, кстати, тема, когда у тебя есть стори-теллинг, когда у тебя есть история, в истории всегда есть герой. И герой с каким-то изъяном, либо с каким-то особенностями, да, как раз это очень хорошо. Всегда он притягивает внимание. Сто процентов. Круто. Тем более, что ты можешь сам по-своему изъян рассказать людям, не боишься, не стесняешься, говорит о том, что ты цельная, самокритичная личность. Так вообще хочется обнять человека, целовать щечку. Супер, да. Тема, в общем, информация, либо эмоция. Эмоция с информацией, да, вместе как-то идут. Сто процентов. И не стоит бояться. Отлично. То есть не высушивать и писать от себя. Спасибо, да, рекомендация. И давай еще один такой вопрос, у нас будет предпоследний, наверное, или последний. Как ты относишься к современным тенденциям к обучению? У нас сейчас получается, ну, как бы есть такая история, что там либо человек там делает что-то, либо обучает. То есть, ну, не всегда здорово относится к тем, кто там просто обучает, либо там по бизнесам занимается. То есть, как не скатиться в инфо-цыганство, такой вопрос, да, и быть нормальным рукопожатным чуваком, который, ну, и работает, и делает. И чтобы люди это воспринимали. Волнует у тебя такая тема, да, боишься, боишься скользнуть, да? Меня-то нет, мне абсолютно здесь все равно. Многих людей это волнует, потому что, ну, я общаюсь с ребятами, да, и многие такие говорят, вот, там, я бы тоже хотел, но меня что-то останавливает. Ну, вот, я думаю, что их именно это останавливает. Вот, я-то в этой теме давно и надолго, с 2009 года, собственно, уже более 10 лет, то есть, я, может быть, там, это самое, самый махровый, в данном случае, представитель. Старый волк, да, 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 поэтому я-то понимаю, как все работает, то есть, меня ничего не останавливает, и психологию понимаю. Вот, как молодым новичкам, вообще, как ты к этому относишься, то есть, у тебя тоже, я знаю, есть, как бы, всегда с иронией, как ты к этому рассказываешь. У тебя, там, есть внутренне свое отношение, да, и насколько оно, ну, у тебя в ту или иную сторону, то есть, ты прикалываешься, либо что-то есть негативное в этом формате. Короче, что по этому поводу сказать? По поводу моего отношения к инфобизнесу, я думаю, что учить людей хорошо, но это есть огромный спрос, и многие учатся даже не ради того, чтобы стать копирайтером, потому что им интересно. Учиться, это прям, это фан, это даже секс, я бы сказал, узнавать нового. Я, например, человек, который с шести лет учу иностранные языки разные, мне, для меня это прям, вообще, я с так удовольствием получаю от этого, что я никогда не применяю это ни на что. Вот, но, с другой стороны, есть достаточно много людей, которые учатся ради пользы, и я очень боюсь лично таким людям эту пользу не донести, не нанести. Я не скажу, что на меня часто кто-то жаловался, я иногда слышал, что, ну, да, я пошел на курс Сережи Королю, я послушал лекции, в целом, мне повезло, что я нашел работу, так, конечно, курс из меня профессионал бы не сделал. Меня что-то так колет внутри, вроде человек заплатил деньги, ну, там, ну, я честно скажу, для меня там 15 тысяч рублей, это не деньги, я бы вообще не парился, если я заплатил бы за курс, оказался не бесполезный. Но люди бывают разные, для кого-то это прям, у меня был, например, ученик, который занял денег, чтобы копирайтингу учиться. Я когда он это узнал, мне прям реально плохо стало внутри, я хотел, я старался как-то особенно показать, помочь. У бандитов, в череповце его бандитов занял. Ну, блин, правда, может человек в ипотеку учится копирайтингу у Сергея Короля, но страшно. Я как-то пытался его поддержать, как, как, как хит, знаешь, детеныша, выталкиваешься, тот подышал, вот. Вот. Я такой боюсь, не люблю, и надо с этим бороться, мне кажется, что я, то, что я учу, я не гарантирую, что человек станет копирайтером, потому что это скорее больше, наверное, зависит от личности самого человека, чем от меня, как преподавателя. Тем более, что статистика в среднем у меня за 5 лет больше 6000, наверное, учеников прошло. Но это, это не то же самое, что твои ученики, это просто курсы, там, как бы, там, 70% людей уже забыли про мое существование, я думаю. А возвращаясь к вопросу, в чем разница между инфобизнесом и профессионалом, мне кажется, вот чего. Очень важно одной рукой делать свою работу хорошо, а второй учить, потому что, когда человек уже перестает работать и только преподает, он быстро, мне кажется, теряет связь с реальностью, слабо, его знание устаревает, он слабо понимает, что на рынке происходит. И показывать ученикам тексты свои, написанные три года назад, это мой страшный сон. Я показываю те, которые написаны позавчера. И я поэтому хоть как-то себя этим оправдываю. Вот, а ты что думаешь по этому поводу, кстати? Ой, что я думаю по этому поводу? Где твое портфолио студии? Где твои проекты? Ну что? Не, ну где? У нас много всего на сайте, пожалуйста. А свежий, какой самый свежий проект у тебя? Свежий проект, вот сейчас, который мы делаем. У нас сейчас проект в Казахстане закончился, в США только закончился месяц назад. Сейчас взяли билет у 350, делаем большую, такую же в соседнем. В Сочи делаем квартиру. Ну, делаем, собственно, у нас процесс не останавливается никогда. Мы ведем там около пяти проектов одновременно разных. Еще один, ну здесь вот в Подмосковье. Ну, короче, где-то у нас пять проектов ведущих постоянно. Они происходят. Другое дело, что у меня нет сейчас человека, который это все освещает. И вообще у меня отдельного аккаунта по студии нет. Но надо это делать. Это вот моя точка роста, да, которую я все время получал клиентов по Серафановому радио, по рекомендациям, потому что меня знают. Я там видео записываю, в том числе, может быть, конференции делаю. То есть у нас, к нам всегда клиенты шли. Вот, поэтому я какую-то рекламу не даю. Вот, но тема всегда рабочая. То есть это, и это очень классно, потому что я все тоже, как ты говоришь, все свежие примеры я рассказываю. Ну, вот буквально вчера мы ходили там, и вчера же я рассказал там новый пример. Очень прикольно. Более того, сейчас пошли новые заказчики, ну, молодые в последнее время, как раз-таки люди, которые зарабатывают IT, либо инфобизнесом в том числе. И у них хорошие деньги, хорошие проекты. Они сейчас их покупают. Это новый тип заказчиков, который, наоборот, говорит. Они все общаются удаленно, это очень классно. Они с удовольствием разрешают и даже хотят сами снимать. Они даже хотят вникать. Мы там ходили на обмер. Он говорит, пришли мне, пожалуйста, я хочу посмотреть ваших студентов. Хочу посмотреть. Я на объект водил студентов. То есть они прям... Оказывается, он начинает продавать твоим студентам. Они смотрят даже видео с тобой. Говорят, вот я там какие-то видео посмотрел, вот наши, которые... И все-таки должно работать. То есть я думаю. То есть движуха есть, вопрос фокуса, там, внимания, вот, на что. И его всегда не хватает, потому что фокус внимания, ну, у меня лично всегда на что-то интересное. То есть мне вот хочется что-то вот, то, что прям двигает, и что-то новое. Вот. А по-хорошему нужно строить систему и двигаться, ну, в этой системе дальше. То есть система привлечения и делегирования. Я сейчас тоже, в том числе, этим занимаюсь. Существует прекрасно. Да, да, прикольно. Мне интересно, получается, тоже, ну, создать разные темы, в том числе, там, по книгам, по копирайтингу. То есть разные сферы, и там тоже можно строить такие штуки. Что-то... Санислав, подожди секунду. Началась сейчас, должна быть, минутка книги. Это то, что нас с тобой познакомило. Да, давай. Традиции видоса. Минутка книги. Да, кстати, сейчас... Она такая стрепанная уже, знаешь, показанная тысячу раз всем. Да, свеженькая книга, хорошо. Вот, Сергей, спасибо тебе тоже большое за... Как ты мне говорил, что вот мы будем сидеть... Да, Сергей был редактором, помогал мне очень сильно, значит, в ее создании. Тут благодарность огромная. Говорит, будем сидеть на пенсии в 70 лет и править эти тексты, правочки сделать. Нет, видишь, не дождался. Книга готова. Это прямо, на самом деле, это классный проект, я его часто вспоминаю. Я показываю студентам, в том числе, какие-то редакторские фишки на одной из глав книги, структуру, как там все устроено. В этой книжке есть забавная история, что мне написал Станислав, и он говорит, мне нужно такую, типа, книгу или брошюру сделать. Это было, по-моему, в конце декабря 2000, я не помню, какого года, 18-го, 18-го. И я такой думаю, ну, блин, книга-брошюра, я говорю, Станислав, ну, две недели, может, ну, 50 тысяч рублей, давай. Ну, диво. Короче, мы писали год эту книгу вдвоем, и это все выдержало из-за какого-то огромного запаса терпения Станислава. Вот, я не знаю, как он вытерпел, он сам переписал все три раза, я еще два раза отредактировал. Короче, пример того, как проект может прям в 10 раз удлиниться, но получилось классно. Получилось очень круто. Было много моментов, когда я говорил, Станислав, все, давай, становимся, уже хорошо. Станислав говорит, нет, погоди, вот давай вот здесь еще историю добавим. Всегда получалось лучше. Это пример того, что, когда вы что-то делаете, кто-то искренне хочет вам помочь, прям слушайте этого человека, он плохого не посоветует, скорее всего. Да, спасибо тебе большое. И я еще хотел, чтобы получилось круто. То есть, я больше всего не хотел сделать какую-то поделку, быстро, да, там, выпустил и выпустил, чтобы за нее потом было стыдно. Вот за продукт, я считаю, что надо делать такие продукты, за которые никогда не будет стыдно, а будешь гордиться ими. То есть, вот оно было, это классно. И на это вот не жалко ни времени, ни эмоций, ни всего остального. Более того, я тебе тоже скажу, что на этом книге материала очень много научился, да, в том числе там от тебя. Поэтому тут тоже большая благодарность, да, что вот рабочая схема получается в... Короче, мысль такова, что имеет смысл взять себе копирайтера и даже крутого копирайтера, или вообще профессионала, и вместе с ним бок о бок поработать. То есть, это над созданием продукта именно в реальной какой-то практической работе. Ты очень много чего научишься. Украл мои тайные знания, мерзавец, верни, я никому не рассказываю больше. Ладно, спасибо. Так, давай, все, завершение. Последний вопрос, даже не вопрос, наверное, какая-то рекомендация, да, вот. Что тебя сейчас волнует, что тебе интересно, куда твой взор и фокус внимания, о котором мы говорили, направлен, как ты видишь там свое дальнейшее развитие, и, ну, вот, о твоих, там, не знаю, планах, мечтах, расскажи немножечко. Короче, я скажу так, это не реклама, сразу скажу. Мне Станислав не платит никаких денег за никакую рекламу, я не продаю свой личный бренд, я иногда делаю для Станислава какие-то проекты, но я вот так скажу. Я долгое время учился просто на своих ошибках. Это было похоже, как ты бежишь по пулю, на нем грабли лежат, и ты так хлоп, у тебя в лоб, реально, ты мне прилетает, и ты такой опытный становишься. Если бы я сам себе совет бы дал, например, в 10 лет назад, перенестись, так, потрястись из грудки, я бы сказал, чувак, учись системности, потому что это какая-то штука, оптика, которая прям буквально искажает пространство вокруг себя. Вот, начав с тобой работать, я очень много понял в том, как устроен системный, вообще системный подход к работе, что все нужно структурировать, что нужно прописывать все правила, что если ты, грубо говоря, умрешь завтра, то твое дело, оно оцифровано, оно оформлено, оно прям описано, и тогда оно существует. Все, что только в голове, все, что основано на творчестве, на неособым подходе, это все сольется, это никому не нужно. Короче, я дал бы себе сам такой совет учиться системности, и я себе сейчас дам его еще раз, потому что я только в начале пути. Я думаю, что если мое какое-то развитие себя как системного копирайтера, профессионала продолжится, то я сам себя лет через пять совершенно не узнаю. Хочу себе такое пожелать. Спасибо, я тебе с удовольствием помогу, системности можно научиться, это несложно, есть несколько правил, вообще несколько, их просто очень просто отточить, очень простые, очень понятные, ну, пообщаемся, я тебе их дам. И дополнительно я тебе скину архив своих наработок, если со мной что-то случится, ты допишешь. Вот, я продолжу твое дело. Да. На этой счастливой ноте мы заканчиваем, прощаемся. Спасибо большое, Сергей, что был с нами. Спасибо, друзья, смотрите нас дальше, мы продолжаем, ничего не заканчивается, мы возвращаемся в наш традиционный режим, где язду и вопросы, Санислав отвечает. Вы знаете, что делать с этими вопросами, в канале есть ссылка на меня, пишите смело, либо оставляйте в комментариях, я все соберу, ничего не потеряю, увидимся через неделю. Сергей, и дай, пожалуйста, несколько постов, каких-то последних, которые ты считаешь, можно посмотреть, почитать, потому что мы сейчас их рассказывали как-то заочно, я ссылочку тоже дам, чтобы на твой фейсбук можно было зайти, посмотреть, почитать. А я знаешь, как сделаю, мы опубликуем это видео в своем канале, я в комментах покидаю ссылки на свои посты, канал называется канал Станислава Орехова, подписывайтесь, пожалуйста, там постоянно каждый день происходит обновление, там же публикуются эти видосы, вы ничего не потеряете, там увидимся. Спасибо, все, до связи. Пока-пока.